Если про стратегию игры и построение тактически, то в принципе мы как планировали играть высоко, стараться поставить спорта в комфортные условия, то есть высоко прессинговать, ну и активно в прогибах компактно, как бы мы называем эту оборону круглый мяч, то есть мяч перекатся по всему полю и вверх и вниз все вместе. По кругу все должны синхронно работать, ну и мяч достаточно хорошо, у нас перекатся в плане прессинга, изматывается давление для того, чтобы получить пространство. В целом, вверх и пола выполнили, может быть немножко крем был больше влево, чуть-чуть перебор был, может было расставить и в правую позицию, но так получалось. Ну в целом, задача была борьбу навязывать, быть агрессивными, быть агрессивными, что-то пояснили, в том числе, когда взрывали пенальти, агрессивно пошли в отбор, в прессинг, ну и задача так сложилось, что пенальти это помог, повезти в счете. В целом, там, задача была такая же, забили второй мяч, ну затем спорта от давления усилил, и мы понимали, что пенальти приняли с 2-1, так же мы приняли с 3-2 в обороне, 3-3 в фланге, ну, проблемы с права были у нас, небольшие, потому что это серьезные, но сыграли хорошо центральные защитники, они все вынесли, все почистили, не дали возможности. Значит, вот самые острые были моменты, были напряженные моменты, были удары, раствор в ворот, но они были под давлением, и все в руки Саши Белина, поэтому предпланы ребята, они об этом должны, наверное, на 120% упали план на игру, ну, добить победу, считай, заслуживая. Спасибо большое, коллеги, ваши вопросы, перед вопросом представляйтесь, пожалуйста. Роман Романов, в мире спорта по Мартинцу как-то особо отдельно акцентировали, потому что помимо ошибки с голом, еще там 2 раза он был награнили, потому что потерять мяч, агрессивно его встречали? Ну, мы обоих опорников, Мартинца и Пруцова, задача была сковать, потому что понимаем, что тут как бы центральная зона, центральная зона Халабекова, это как солнце, от солнца исходит лучи. Надо было перегасить это солнце, чтобы в лучи было как можно меньше, чтобы выбрать сравнение. Ну, я знаю, что Мартинц парифлексирован, но немножко победителен, значит, вот цепко очень играть, в отборе, он так вальяжно иногда играет, то есть на релаксию, спокоен, уверен себе. Когда ему не дают возможности, дают возможность пространства, мы не давали пространства, задача была такая, чтобы мешать пространство, поэтому удача складывалась и накрывали его. Есть еще вопросы? Максим Кушевский, газета РУ. Сергей Владимирович, вы отлично вышли в допуск, ничья гостевая и победа. Это гостевая, теперь у вас три недели, получается, такого отпуска, вот такая большая пауза длинная, она может как-то повлиять на команду негативно, как вы думаете? Как минимизировать этот приз? Во-первых, такая ситуация, все клубы впервые так, что два тура и большая пауза, ну, в силу объективных причин. Поэтому все команды сейчас будут как медом пика работать, в том числе и мы, план сбора мы составили, но будем дозировать вчерашний день, то есть работали, посмотрели состояние команды, как дозировку нагружен, давайте, потому что необычная ситуация достаточно, поэтому все в процессе, смотреть, как это все будет выглядеть и регулировать. Ярослав Сусов, спорт, вопрос по поводу поддержки на трибунах и вообще стадиона. Матч перенесли на Лужники, должны были играть на Стадионе Спартака домашнем. Очень много боевщиков Факела приехало из Воронежа, как вам поддержка, как вам атмосфера? Болевщики Факела, это уже все страны знают особые, поэтому мы уже знали, что дальше это будет. Они, конечно, нам помогают, дают очень хорошую энергетику. Стадион, ну, Лужники, во-первых, это главная арена страны. Во-вторых, у меня хорошая ассоциация в прошлом году с Ахматом, если выиграл Торпеда 5-1. Поэтому ассоциация хорошая и продолжается дай мне. Ромаш Луинский пас. В чем видите, возможно, закономерность вот этих двух побед под этом сезоне над Спартаком? Да нет, это не Спартак главное. Главное то, что обычно топ-клубы, обладающие капитализацией высокофутболистов, то есть дорогие в том числе, они понимают, что с ними команда идет низкий блок обороны всегда. И они все чувствуют комфорта. Ну, у меня твой кредо, я стараюсь играть более агрессивно и поставить соперника некомфортную составляющую. То есть более агрессивно играть высоко, не боясь так фишинговать, не боясь пространство за спиной и так далее. Мы очень много это тренируем, поэтому ребята в околане уверены. Ну, возможно, да, так сказать, вот так. Мы, в принципе, не проиграли «Факер» и «ЦСК», еще сыграли, «Динамо» и «Сквадвазу», еще сыграли. То есть топ-клубы для нас, как бы, достаточно комфортная команда, я скажу так. Сергей Абазич, Артем Локалов, РП «Спорт». Можно чуть поподробнее, как вы назвали вот эту систему, в которой вы играли, круглый мяч? Это в плане прессинга. Мы называем круглый мяч, то есть здесь футболисты должны компактно перекатываться в плане давления на все участки поля, как без разрывов. То есть получается такой круг, который двигается сюда, сюда и так далее. Это такой термин для себя мы выработали, называемый круглый мяч. А так, можно другого назвать, но должно быть все настолько узко и близко к соперникам, что все время натыкается на наших футболистов. То есть получается перекатывается и мяч, и в парусе. Нет, без мяча имеется в виду. И вопрос такой, вам не кажется, что «Спартак» несколько измельчал? Или тут больше заслуга им на вашей команде? Мне ничего не кажется, потому что «Спартак» это не своя команда, а свои футболисты, а не хорошие футболисты. Но почему проблемы с «Спартак» это уже не моя тема. Мы и свое дело сделали. Коллеги, еще один вопрос. Добрый вечер, Хадюхов Александр. Скажите, пожалуйста, у «Спартака» в первом тайме практически не было опасных моментов у ворот «Факела». За счет чего «Факел» этого добился и что изменилось во втором тайме? Я выше уговорил. За счет давления, организованной игры всей команды в плане давления, прейсинга, единоборства и контактности, то есть того, что было выше сказано. Редактор субтитров А.Семкин